Вы смотрите и слушаете радио Свобода об защите общества. Манифест под таким названием был опубликован на сайте Кольта. Он действительно направлен в защиту общества. Подписали его несколько интеллектуалов и подпись, кажется, продолжается сейчас, да, Кирилл? Я правильно понимаю? Это не только интеллектуалы, это профсоюзные активисты. Профсоюзные активисты. Вот мы поговорим о сути этого предприятия с Кириллом Медведевым, поэтом, музыкантом, который представляет российское социалистическое движение, с Яном Шенкманом, журналистом «Новой газеты», с Аней Гаскаровой, журналистом и женой Алексея Гаскарова-Болотника и с Петром Ивановым, социологом высшей школы экономики, сферы его интересов урбанистика, если я правильно все сказала. На связи с нами будет Андрей Демидов, который представляет профсоюз «Учитель» из Петербурга. Значит, вот я бы сначала, я бы хотела прямо представить фрагменты из этого документа, для того, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. Я вас прошу прочесть какие-то абзацы, которые для вас самые важные, и как-то это прокомментируют. Кирилл, давайте. Это первый абзац, собственно. Сегодня в России все говорят о кризисе, однако его причины гораздо глубже, чем внешняя политика властей, коррупция или давление Запада. Они в исчерпанности постсоветской капиталистической модели, основы которой были заложены в 90-е, и на фундаменте которой вырос нынешний режим. В этой модели приватизация собственности была неразрывно связана с приватизацией политической власти, а неизбежным следствием экономического насилия стал поворот к авторитарной президентской власти в 93-м году. Мы считаем нынешний путинский режим органичным развитием Ельцинского, а экономический порядок, выражением которого он является, по продолжению деиндустриализации страны и грабительской эксплуатации природных ресурсов в интересах элиты. Парадокс этой ситуации в том, что Россия с ее огромными запасами природных ресурсов не направила достаточного количества средств, полученных от сырьевого экспорта, на укрепление экономического и общественного благосостояния. Вместо этого Российское государство ввело внутри страны политику жесткой экономии, аналогичную той, которую Европейская экономическая комиссия наложила на Грецию извне. Так, комментарии, пожалуйста. Да. Ну вот, мне кажется, это как бы основной абзац, да, основная позиция всех, или почти всех, кто подписал этот документ. Вот. Ну, я буду говорить от себя. Для меня лично важно в нем, что мы хотим говорить не только о проблемах с политической демократией, да, с авторитаризмом, с нарушением прав человека и так далее. Мы считаем, что все это напрямую вытекает и взаимосвязано с ситуацией экономической, да, которая, опять же, восходит к 90-м, как мы попытались объяснить в этом абзаце. Что важно в этом смысле, что мы не считаем, что ситуацию в России нужно рассматривать отдельно от мировой. Наоборот, то, что стало происходить в России с начала 90-х, да, с концом Советского Союза, это как бы такое более-менее органичное встраивание в ту систему, которую мы называем неолиберальной, и которая формировалась на Западе с конца 70-х годов. Эта система связана со все большим уходом государства из социальной сферы и со все большим преобладанием интересов элит, как крупного бизнеса, как бы корпоративных СМИ над детями с самыми интересами общества, о которых мы говорим, и которые формировались в такой социал-демократической парадигме в Европе, на Западе и в мире на протяжении всего 20-го века. Если можно, я вот сейчас остановлю вот на словах социал-демократической, потому что, конечно же, когда я прочла этот документ, абсолютно ясно, что это социал-демократическая платформа. А вот никакая другая, и давайте мы это сразу вот как бы определим. Давайте Шинкона послушаем, а потом продолжим. Да, знаете, я подписал этот текст практически из одной фразы. На мой взгляд, очень важный, ключевой. Она звучит так. «Неприемлемо разделение жителей страны на цивилизованных граждан и совков, отдающиеся социальным расизмом». Мне это очень важно, потому что, во-первых, я не понимаю, на каком основании одни люди лучше других, будь то политические пристрастия, социальное положение, цвет кожи, что угодно. А сейчас у нас абсолютно очевидным образом раскол идет по всем поводам. Я пишу преимущественно о культуре и вижу, как на сайте под каждой статьей, о чем бы ни писал, появляются комментарии, где-то второй или третий комментарий, Путин и Украина. Пишешь про спектакли, про фильмы, про стихи – все равно Путин и Украина. Логично. Я понимаю логику этих людей, между прочим. Я, между прочим, сама занимаюсь культурой, а в голове у меня все время звучат вот эти две, два этих слова. Так что я ваших комментаторов прекрасно понимаю. И мне кажется, этот раскол, ну, собственно, манифест называется «В защиту общества», этот раскол ведет к полной аннигиляции общества. То есть это путь в пропасть. И в этой ситуации очень важно искать признаки не те, которые нас разделяют, не поводы вражды, а поводы консолидации. Я не уверен, что этими поводами может стать обсуждение власти, политики. Но, скажем, всех или очень многих волнует поликлиники, школы, пенсии. Ты можешь быть за Путина, против Путина. Ты можешь быть патриотом или западником. Но есть какие-то реальные вещи. Да, которыми мы все живем. Ну, я бы сюда и образование, конечно, дарила, которое упоминается в вашем манифесте. И давайте послушаем Андрея Демитрова. Он как раз у нас на связи из Петербурга. Человек из профсоюза «Учитель», который оторвался ненадолго от своей производственной деятельности для того, чтобы с нами побыть. Андрей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здоров. То есть вот этот инцидент, мне кажется, он очень хорошо рифмует с этим текстом, как иллюстрация. А что касается образования, то мне кажется, что просто, опять же, вопрос в парадигме. То есть мы куда идем? Мы идем, или уже пришли в сторону полицейского государства, в сторону государства силового, жесткого, я бы сказал, строевого. или мы пытаемся как бы сменить парадигму и выйти в государство и в общество образования, культуры, науки, да, там, собственно, не только про образование в этом тексте, много чего, там и про культуру, и про науку, но вот недорого именно вот эта установка, то есть такая вот парадигма, да, то есть о том, что мы все-таки должны идти в сторону культуры, в какое-то место в мире занять, то есть могут нас бояться, ну, я думаю, вряд ли получше, в любом случае, а могут уважать, и путь уважать, наверное, все-таки это вот путь в сторону культуры, в сторону образования, то есть, наверное, сейчас единственно возможный, по большому счету. Да, Андрей, спасибо. Если у вас еще есть возможность, побудьте с нами, если в школу зовет, то, конечно же, отправляйтесь. Аня Гаскарова, скажите, что вам больше всего близко? Дело в том, что для меня этот текст был важен именно потому, что он анализирует ситуацию с экономической точки зрения, большинство требований, а не про экономику. При этом для меня одним из самых близких тезисов, которые здесь прозвучали, из него потом напрямую утекает требование, связанное со свободой средств массовой информации. В нулевые годы власть сделала ставку на деполитизацию, а главным своим достижением провозгласила стабильность. Конфликт в Украине и активное участие в нем российских властей способствовали созданию подобия нового патриотического консенсуса. Но идеология, на которой он основан, лжива и нежизнеспособна, а провозглашаемое общенародное единство фальшива. Главный прием официальной пропаганды, постоянное переключение внимания, внешнеполитические маневры становятся оправданием антисоциальной политики и подавления базовых гражданских свобод на три страны. И, в общем, мне кажется, что именно из вот этого тезиса следует напрямую требование полного обеспечения права на свободу слова, прекращение любого давления на СМИ, обеспечение свободы высказания журналистов о всех СМИ, независимо от того, кто является их учредителем, ну и так далее. Дело вот в чем. Мне кажется, что сейчас очень не хватает действительно какой-то общественной дискуссии, в том числе с каким-то глубоким анализом того, что происходит в сфере экономики. И, на мой взгляд, значительная какая-то функция рефлексии общественной, она ложится на плечи следствия массовой информации, которая сегодня находится в достаточно тяжелой ситуации. И мне кажется, что те СМИ, которые так или иначе занимаются таким анализом, они становятся уже чуть ли не какими-то правозащитными организациями. И выполняют это, что мы видим на примере РБК или... РБК, Медивизор, кого угодно, да. И, в общем, мне кажется, именно поэтому для того, чтобы была у этого текста какая-то жизнь и продолжение, необходимая дискуссия, она возможна только через какие-то общественные институты, в первую очередь средства массовой информации, которые должны брать на себя эту обязанность, рефлексировать и общаться, и давать пространство для диалога. Аня, а что по-вашему, если коротко, в экономике-то у нас происходит? Вот как раз для меня проблема в том, что я, будучи гуманитарем... Хотела бы в этом разобраться. Хотела бы в этом разобраться. И, в общем-то, наличие людей, которые... Здесь очень много подписавшихся человек, вот, создают эту дискуссию, они позволяют мне как-то в этом разобраться. И, собственно, к вопросу о том, что во самом манифесте, наверное, да, звучат какие-то достаточно очевидные, прописанные законом вещи. Это я вам задам, я вам этот вопрос. Я могу потом об этом поговорить. Мы еще Петю должны послушать его ведомым фрагментом из манифеста защиты общества. Читать мой ведомый фрагмент. Мне здесь больше всего нравится фрагмент следующий. Децентрализация власти, принципиальное расширение бюджетных полномочий органов местного самоуправления, механизмов общественного контроля за использованием земельных ресурсов, постепенное перераспределение доходов бюджетной системы в пользу регионального и местного уровня. Этот кусок мне нравится, как в качестве одного из требований манифеста, потому что, так или иначе, занимаясь урбанистикой, я наталкиваюсь на очень серьезные проблемы, связанные с тем, что местное самоуправление у нас фактически уничтожено, и возможности городов по какому-то самостоятельному развитию, по самостоятельному стимулированию экономического роста в городах очень низкие. При этом, если мы берем какие-то малые города, не Москву, то еще какие-то пространства для маневра есть, хотя все равно возникают очень сложные ситуации, завязанные на, например, партийную принадлежность градоначальника. То есть, например, я сейчас вернулся из города Кимры, который мы в течение двух недель изучали. Там тяжелая ситуация, связанная с тем, что несколько лет назад они выбрали оппозиционного мэра, и теперь, соответственно, в силу того, что он относится к КПРФ, а не к правильной партии, у него, по сути дела, нет возможности привлечения дополнительного финансирования из каких-то дополнительных программ, которые, собственно, привлекал предыдущий мэр, будучи из правильной партии. Это действительно очень печальная ситуация, что даже несмотря на то, что он хороший мэр, он действительно пытается каким-то образом не воровать, находить деньги и так далее, и тому подобное, ему просто действительно перекрываются все возможности. И у него крайне ограничены возможности для стимулирования развития бизнеса на территории. А Москва в этой ситуации вообще, на самом деле, очень, как сказать, наибольшие пострадавшие, на самом деле. Серьезно? Да, потому что в Москве, собственно, местное самоуправление уничтожено окончательно. То есть у нас в большинстве районов, там осталось буквально несколько районов, в которых остаются муниципалитеты, но после муниципальной реформы у нас действительно большая часть районов, но, собственно, местное самоуправление не является ни местным, ни самоуправлением. Это большая беда, потому что, собственно, район управляется уровнем управы, которая обладает исключительно возможностью какой-то транслирования идеи федеральной власти. То есть у нас это трехчастная структура исполнительной власти, а местное самоуправление представлено, ну, разве что Советом муниципальных депутатов. 12 муниципальных депутатов на 150 тысяч населения какого-нибудь среднего района Москвы. Это, ну, дальше не смешно. Слушайте, это вы знаете, что вы пессимистически относитесь к предстоящим выборам, потому что я знаю людей, которые прямо, ну, пойдут. Ну, почему я пессимистически отношусь? И надеются бороться. Вот как бы из корпуса муниципальных депутатов независимых действительно вышло достаточно большое количество кандидатов в Государственную Думу. Это и есть надежда, что в этот электоральный цикл у нас появится какое-то количество людей, которые действительно понимают, каким образом устроена работа представительной власти, что такое быть депутатом на местном уровне, что такое быть, собственно, представляющим интересы людей. Так что, скорее, оптимистично. Так, закончил первый степень? Значит, друзья мои, вот мое впечатление такое, когда я изучила ваш документ, помимо того, что это, конечно, социал-демократическое произведение, значит, что всячески поддерживается мною лично, потому что это тот дискурс, которого не хватает и резко не хватает в современном российском обществе. Люди, даже исповедуя такие взгляды, не в состоянии их сформулировать. Они почему-то приписывают себя к одному или другому лагерю. Это такая чистая социал-демократическая европейская позиция. Но вот то, что меня почти, не знаю, ну как-то умилило или вызвало улыбку, половина вот этих пунктов, оно касается просто исполнения законов России, оно касается исполнения Конституции. Это напоминает диссидентские лозунги «Соблюдайте вашу Конституцию» или «Нашу Конституцию». Вот что про это можно сказать, Ян? Ну, то есть это не очень наивно так, ну, то есть достаточно... Это просто напоминание общества о том, что есть Конституция, и это надо исполнять или как? Мне просто кажется, что, ну, и, в принципе, исторический опыт показывает, что любые законы, они закрепляют нормы, сложившиеся в обществе. И невозможно сказать людям «поступайте так», если они к этому, ну, абсолютно не готовы. Вот, то есть можно принять любые законодательные нормы, прописать любые акты, но вот с тем, чтобы они реально регулировали жизнь общества, это уже зависит от общества, а не от законодательной власти или какой-то иной. И уже не говоря о том, что у нас, в общем, на практике народ отсечен от принятия этих решений. А что можно сделать, чтобы он оказался вовлечен? Или это вопрос? Знаете, это уже разговор не столько о законах и о политике, сколько о ценностях. Мы все живем в постсоветском обществе, у нас были ценности советские, можно спорить, плохие они или хорошие, но они все-таки были. Вот, на мой взгляд, скорее хорошие. Вот. Их не стало, и они по сей день ничем толком не заменены. А дальше можно принимать любые законы. Эти законы все-таки должны на чем-то базироваться. Яна, спасибо, Кирилл. Ну, по поводу соблюдайте вашу Конституцию. Ну да. У меня правильное ощущение. Ну, во-первых, конечно, тут есть и пункты довольно серьезные, которые выйдут в разрез с Конституцией. Например. Требования парламентской республики. Вот, давайте подождем. Вот к этому мы подойдем еще. Я спрашиваю, на каком основании вы вообще вот это требуете, и как бы вот что это значит? Давайте сначала про соблюдение Конституции. Ну, так вот. Ну, это просто, да, это как бы одно из важных требований. А во-вторых, ну, мы же понимаем, что какие-то радикальные требования и призывы, они на, там, в сегодняшнем состоянии общества. Ну, естественно, нас бы, как бы, создали бы впечатление, что мы какие-то утописты, там, мечтатели, радикалы, в плохом смысле этого слова и так далее. Да нет, я бы не сказала, что радикалы, но мечтатели. Вот немножко у меня такое впечатление есть. Вот, да. Ну, это неплохо. Вот. Поэтому это такие вполне очевидные вещи, да, которые, ну, как бы, часть некого здравого смысла, да, вот, но при этом почему-то этот здравый смысл не реализуется в политике, как бы, в общественной жизни. Ну, вот, но мне кажется, что вот наша ситуация, это более действенна, чем какие-то более радикальные требования. Более, скорее, способна мобилизовать людей. А вот, ну, тут есть несколько пунктов, которые напрямую, так сказать, критикуют существующее положение дел в области политической демократии. Вы вот сказали, что хотите уйти от этого, но это прямые вопросы к власти. Это, опять же, это вопросы риторического порядка, или с этим как-то можно работать? Аня, Петя, что об этом думаете? Ну, смотрите, тут ведь как, да, социология права знает, такой термин использует, как мобилизация права, то есть у нас может быть каким-то образом кодифицирована какая угодно норма, вот, а дальше, если у этой нормы нету некоторого института, выполняющего эту норму, приводящего ее в исполнение, то это, соответственно, не работает, да, то есть вот я говорил о наших муниципальных депутатах московских, ну, кто же о них знал до 2011 года, пока Навальный не писал в блоге, а давайте, оказывается, есть муниципальные депутаты, давайте в них баллотироваться, вот. Так и здесь, некоторые напоминания о существующих нормах, в том числе конституционных, это, ну, на самом деле, очень правильно, да, и лишний раз напомнить не бывает лишним, да, потому что, опять же, люди совершенно спокойно могут жить с отсутствием представления о том, каким образом у нас устроена конституция, каким образом у нас устроено законодательство. А я думаю, они так и живут вообще с этим представлением, да. Не говоря уже о том, как устроено местное самоуправление и так далее. То есть это действительно, как это, для людей, которые так или иначе находятся в общественно-политическом дискурсе, ну, им какие-то вещи могут казаться очевидными. Они уже, там, выучили, из чего у нас состоит конституция, из чего у нас состоит, там, выбранное законодательство и так далее, да, для человека, который чуть-чуть извне, это уже мир полный загадок и чудес. Вот. И приоткрыть этот мир мне тоже кажется важным. Угу. То есть никаких радикальных призывов, как сказал Кирилл, да? То есть нет, радикализм есть, разумеется. В этом моменте нет никаких радикализмов. Призывов нету. Ну как? Ну, понимаете, в чем дело? Просто, как бы, опять же, мы же понимаем, что реальное исполнение вот этих вот требований, оно, скорее всего, невозможно в... Существующей системе власти. Можно, я скажу, ровно то, что приходит на ум, когда ты читаешь эти пункты. Потому что наполовину этот документ состоит из перечисления, как это сказать, того, что власть не делает, того, что она обещала делать, согласно государству, но не делает. Делает и не может делать в этой ситуации, потому что, если она это не начнет делать, то как бы режим рухнет. Пойдет сам по себе. Да, конечно. Как сказала идеология и фальшь, вот эта вот, которая сопровождает существование этого режима, рассеется как дым. Яна, есть комментарий? Ну, вы знаете, мы не настолько наивны, чтобы считать, что после этого текста сменится форма власти, повысит пенсии, прекратится война. Это же просто вопрос о том, к кому все это обращено. Конечно, тут почти сплошняком идут очевидные вещи, но, во-первых, их мало кто проговаривает, во-вторых, и очевидные вещи для очень многих людей абсолютная экзотика. Мне вот недавно звонил приятель, и на полном серьезе спрашивал, а скажи мне, пожалуйста, объясни, почему война это плохо? Да, вот люди не понимают. То есть я ему сказал... А вы что же ему сказали? Уже просто интересно становится. Да, раз такая ситуация. Вы тоже не понимаете? Нет, я просто хочу, чтобы народ послушал. Нет, но у меня простой ответ. Потому что людей убивают. Абсолютно так. Да? Ну, я ему сказал несколько более развернуто, но люди соглашаются, люди абсолютно готовы слушать аргументы, но им эти мысли просто не приходили в голову. Ну, я бы сказала еще и потому, что война разрушает привычный уклад вещей. Конечно. Потому что рушится твоя... Вот как раз те простые вещи, которые нас объединяют. Вы говорили там, школа, полиглиника, пенсия, твои походы на работу, ну, все, что называется жизнью. Все, что называется жизнью. Это что? Этот человек не понимал этого? Вот когда он сдал? Да. Да? Вот реально? Да, он не мог себя поставить на место человека, вот в стране, которого, да, идет война. То есть мы им воюем, да? Вот у нас так вот... Да. Тут же речь не только о нас. Просто люди живут своей какой-то жизнью, смотрят тот же самый несчастный телевизор, ходят каждый день на работу. Им просто не до этого. То есть они про такие вещи не думают. И на это надо скидку все-таки сделать. И это не значит, что они какие-то монстры. Просто у них так складывается жизнь, что они вне этих вопросов. Вы считаете, что такими документами или разговорами с такими приятелями нашими, и которые не понимают, почему война, и что это нехорошо, мы что-то можем изменить? Не только война. Тут, да. Нет, про войну тут как раз меньше всего. Да, да. Я считаю, что это вообще единственный способ разговаривать с людьми. Потому что лучше разговаривать, чем тихо сидеть, каждый в своем углу ненавидеть. Да, и считать хуже других другого. Как вы сказали, ваш любимый пункт, потому что нельзя считать другого. Вот, либо разговаривать, либо это неизбежно кончается кровью. Понятно. Друзья, кто мне может рассказать про профсоюзную часть вашего документа? Потому что мне она кажется очень важной. Все эти наши прекраснодушные разговоры о том, как мы сейчас все исправим либо разговорами, либо выходами на площадь, это известное дело. А мне кажется, очень важным моментом, прописанным в этом документе, то, что на профсоюзы мало обращается внимания. И то, что для меня очевидно, и с чем я совершенно согласна в этом тексте, это то, что при том, что если мы понимаем, что на Западе тоже существует этот режим экономии, сейчас Европу я имею в виду, которая мне известна. Например, Италию, которую я знаю чуть получше, там огромные. Я видела реально своими глазами, как устроены их демонстрации, социальные движения и так далее. Конечно, там огромный рост профсоюзов. Кирилл, вы по этой части можете нам экскурсию провести? Ну, конечно, я бы рад, если бы он рассказал, именно как профсоюзник, но это уже сейчас невозможно. К сожалению, он действительно пошел на работу. Да, ну, да что сказать. Мне вот, как бы, я не вхожу ни в какие профсоюзы, но я довольно много, как бы, работаю на профсоюзы, там, как автор, там, как художник, как музыкант. Ну, то есть вы общаетесь с этими людьми и понимаете реальность их. Да, мы общаемся. Что важно для меня, да, это то, что вот, вот, как бы, этот документ, да, это попытка объединить разные, в том числе и достаточно изолированные от друга сферы, да, там, сферы, там, современных художников, как бы, активистов, ученых, да, и профсоюзников в том числе. В каждой из этих сфер происходит, мне кажется, очень важный в том числе и идеологический процесс. Это попытка выработать фактически с нуля, да, ну, по большому счету, вот, новую, как бы, и национальную в том числе и социальную идею, да, уходя, с одной стороны, от каких-то, от либеральных догм, да, с другой стороны, там, от сталинистских, которые тоже по-прежнему доминируют. И вот профсоюзная борьба, ну, мы понимаем, что, как бы, идеология профсоюзов, она по определению так умеренно левая. Да, да, то есть были разные периоды, где в 90-е был такой либеральный, как ориен о профсоюзах, который закончился для них очень плохо. А вот объясните мне, что это значит, потому что я, как человек не очень такой, ну, предположим, не очень разбирающийся в теоретическом аналоге, когда я слышу слово либеральный, я, прежде всего, представляю себе свободу слова. А что в области рынка это означает, и почему для профсоюзов это было плохо? Ну, это было плохо, потому что мы помним, какой был огромный подъем профсоюзной борьбы в 90-е годы за забастовки горняков и так далее. Это была, то есть, по сути, такая утраченная возможность. То есть, если бы каким-то образом в тот момент профсоюзы бы смогли выработать свою независимую от власти, ну, уже от власти уже в начале 90-х, по повестку, да, то вообще-то вся история могла бы пойти по-другому. Чего для этого не хватило, это отдельный разговор, вот, но в итоге, например, там, пару старших актеров огромных, да, которые действительно могут в тот момент очень сильно влиять, да, он, ну, оказался полностью в хвосте такой, как бы, Ельцинско-Гайдаровской по повестке, да, которая была связана, в первую очередь, в этом случае не со свободой слова и другими прекрасными вещами, да. Разумеется, а с приватизацией и формированием нового олигарха, назовуясь с вами, да. Поэтому, вот, то есть, то профсоюзное движение, которое формируется в последние годы, да, это профсоюз медиков действия, да, вот, представители, которые Андрей Кокановалт тоже подписал этот наш документ. Это профсоюз-учитель, в котором состоит Андрей, да, это самые сильные из независимых профсоюз МПРА, да, который, в первую очередь, автомобиле строит и так далее. Вот профсоюз журналистов недавно возник. Да, это тоже большая проблема, проблема, каким образом соединять вот эти очень разные тоже профсоюзные среды в одну какую-то такую солидарную среду. Вот. И, соответственно, мне кажется, что вот развитие этой среды, да, оно должно и порождать уже какую-то новую, вот, ну, как бы новую идею, да, это необходимо, да, потому что, вот, нам надоело, что нас все время пытаются загнать, а вы, ну, все-таки скажите, вот вы либералы, да, или вы все-таки патриоты, да, и, как бы мы, вот, нам нужны какие-то четкие ответы, которые мы сами для себя уже давно выработали, да, но мы видим, что в последние годы растут вот эти среды, да, в которых эта повестка тоже сама собой зарождается и как бы развивается, и мы хотим, ну, как-то вот это все объединять. Знаете, да, тут стоило бы добавить, раз прозвучало ключевое слово либеральный, есть здесь очень важный посыл в этом тексте, абсолютно открытым текстом сказано, что нынешняя российская политическая система не противоположна, как это принято считать ельцинской системе 90-х, а она из нее вытекает. Вы, собственно говоря, за меня делаете то, что я хотела сказать, а теперь давайте перейдем все-таки к первому абзорту вашего текста и поговорим о 90-х. Это принципиальная вещь, и вот противостояние якобы людей 90-х и людей нулевых, скажем так, условно, это по-простому говоря, абсолютно разводка. То есть да я даже думаю, что публикации последнего года, которые демонстрируют нам все расследования крупные, связанные с так сказать, вот этой питерской группировкой, назовем это мягкое, это прямая демонстрация того, о чем мы говорим, вот эта непосредственная связь, преемственность и так далее, и так далее. Я думаю, что это только вершина пирамиды, что мы просто многие связи там погребены еще. Ну вот, и мне кажется, что ну, что называется выбор из двух, это выбор дьявола, да, то есть это кажущееся противостояние кончается тем, что и те, и те условно договариваются против нас, против общества. Они очень легко договариваются между собой. А почему это удается? Мне интересно. Ваша версия ответа. Почему им это удается? Я бы ставил вопрос иначе. Почему, то есть, собственно, зачем им это надо? Чтобы оставаться там, где они сейчас. При власти, при финансах. Понятно. Понятно, да. Логично. Важный момент прозвучал, начиная с профсоюзного движения, вообще момент связанный с самоорганизацией, вот, и это как раз главная проблема девяностых, вот, потому что есть замечательное исследование Ольги Шевченко, Crisis in Everyday Life in Post-Socialist Moscow, она описывает такой феномен, как кризисное мышление, который очень серьезно сказывается на структуру социального капитала каждого отдельно взятого человека, потому что его социальный капитал сужается и, по сути дела, начинает ограничиваться его семьей, его какими-то ближайшими друзьями, которые с высокой долей вероятности еще не живут по соседству, а живут на другом конце Москвы. Это кризисное мышление называется, да? И человек в целом не может отдаленно планировать, человек в целом не может рассчитывать на доверие среды, вот, и так далее, и тому подобное. И на самом-то деле всевозможная самоорганизация, будь то профсоюзное движение, будь то жилищное движение, будь то, значит, набирающее обороты сейчас феминистское движение, будь то потихоньку появляющееся у нас движение, защищающее права арендаторов, и так далее, и тому подобное, они все про самоорганизацию, про те эффекты, которые возникают, когда люди объединяются вокруг какой бы то ни было проблемы, например, соседское движение, которое сейчас активно развивается, хотя казалось бы, но тем не менее, следующий шаг после соседского праздника это появление территориального общественного самоуправления, когда люди начинают договариваться и вместе планировать. На самом деле, вот как раз защита общества это как раз в первую очередь защита структуры самоорганизации, соответственно, многое из того, что здесь указано, это как раз таки является либо чем-то, что способствует появлению этих структур самоорганизации, с другой стороны, обеспечивает их работу, потому что тоже мы имеем серьезную проблему, которая касается всех общественных движений, что у нас не совсем понятно, как это работает, не совсем понятно, каким образом работают социальные протесты, каким образом работают петиции, каким образом работают митинги. это совершенно такая серая область нашей социальной жизни, какая-то формализация и понимание того, как это действует, она была бы крайне важна, пока его не хватает. Да, спасибо, Петь. Кто мне расскажет про экологическую часть вашего проекта? Аня, может быть, вы? Я могу, наверное, говорить действительно в основном только о сфере свободы слова и массовой информации, просто потому что я там работаю и могу наблюдать все камни предклавления, плюсы и минусы. Вот, поэтому про экологию, наверное, нужно говорить больше с авторами. Скажите, а вы считаете, что экологические проблемы настолько оторваны от политических и социальных? Вы помните, с чего протестное движение практически началось? С Химкинского леса? Конечно, Химкинского леса. С чего началось массовое волонтерское движение? С СМОГа? Да. Вот. Пожар. Да, Ян, спасибо. Аня, давайте же тогда к области средств информации нам наиболее близкой. Что гадостного и экологически нечистого происходит в последнее время со СМИ? И что бы вы в этом изменили? То есть, как бы, это тоже, казалось бы, банальный вопрос, все это понимают, но нужно проговаривать каждый раз с этим. Ну, я думаю, что, наверное, большинство людей, которые эту передачу смотрят, они так или иначе были в курсе, например, публикации «Медузы», о том, как в РБК пришло новое руководство, и они там обсуждали так называемую двойную сплошную, и все в этих метафорических, в общем, совершенно и лиричных формах, пытались установить некие границы возможной работы корреспондентов и журналистов. И мне кажется, что, в общем, в этом и, наверное, и заключается проблема, которая началась еще с изменением в работе редакции газеты «РУ», потом ленты «РУ», потом все это пошло такой цепочкой, вплоть до того, что некоторые журналисты сейчас вообще находятся в тюрьмах. Я говорю про Соколова, который корреспондент РБК. Вот. И, в общем, мне кажется, что в каком-то смысле эта проблема даже не навязана со стороны нового руководства, которое меняют в каких-то относительно свободных СМИ, которые могут писать про родственников Владимира Путина какие-то материалы. это еще и проблема определенной... Я думаю, что уже никто почти не может писать про родственников Владимира Путина. Это еще и проблема определенной самоцензуры, которая в итоге возникает в головах людей, которые вынуждены теперь понимать, о чем я могу писать, а о чем нет. Ну, как работу никому терять неохота. Да, и чем все это закончится. И это, в общем, про какую-то атмосферу, кризисную атмосферу вообще в обществе в целом, которая в конкретной профессии журналистики проявляется вот таким образом. Мне кажется, это не проблема журналистики как таковой, а вот эта проблема вообще того, что очень многое стало делать просто страшно почему-то некоторым людям, потому что нужно сохранять и рабочие места, и какую-то стабильность, которая у нас была заявлена, собственно, в нулевые Владимиром Путиным. И все это находит самые разные формы и в журналистике, и в экологических движениях, и в рабочих, профсоюзных. Да. Ну и вот как бы совершенно вот опять же сижу я простой обыватель или такой простой журналист Мир Радио Свободы и думаю, что с этим делать. Мне кажется, это меняет систему полностью отношений. Нужно менять взгляд на и свою позицию в этом социальном конструкте и вообще на состояние этого конструкта. Я сейчас думаю, как вот это все решать. Я бы организовывала независимые СМИ, вот будь я человеком в угрожаемой ситуации подобного рода, я бы организовывала независимые СМИ на каких-то абсолютно таких, как это, волонтерских началах. Вот, извините, это такой вот ответ, который может возникнуть, когда ты думаешь об этой проблеме. Кирилл, возвращаясь опять же к началу, значит, процитируем, ну, к вашей любимой цитате возвращаясь про 90-е годы, мне хотелось бы, чтобы мы о них еще раз все-таки поговорили, мы так затронули их слегка, еще и в связи с тем, что это модная тема нынешнего сезона, так сказать, нашими, опять же, коллегами из Кольта раскрученная, не побоюсь этого слова, до такой степени, что, например, мои украинские коллеги спрашивали, слушай, а это случайно не ФСБ у вас все это устроило, весь этот флешмоб с 90-ми годами, я просто начинала хохотать там со страшной силой, вы очень критически говорите об этом и говорите, надо сказать об этом не только вы, об этом говорят все известные мне уважаемые социологи в последнее время, что это, в общем, совершенно не прекрасное было время для народного большинства, а время крайне тяжелое, одновременно я вспоминаю это время как время все-таки больших возможностей и надежд поскольку я человек, ну, скажем честно, постарше некоторых присутствующих за столом, я просто помню, как это ломалось, как менялась советская система, где вообще ничего нельзя было и появлялось то, что можно, открывались довольно большие социальные лифты, комментарии, 90-е годы и этот документ. Я все-таки не считаю, что там для людей, так скажем, в общем, лево ориентированных 90-е годы это какое-то время утраченных возможностей. Время утраченных возможностей для нас это перестройка, да, когда действительно вот этот вот взрыв такого низового творчества, да, социального и так далее, да, это и профсоюзы, и кооперативы, и все, что угодно. Правда, этот период, конечно, фантастический абсолютно. Вот это действительно чудовищным образом утраченная возможность. 90-е, да, противостояние с 93-го года, в котором, там, ну, я для себя, там нет моей стороны, да, мне ближе всего позиция Абстанца Маркелова и друзей, которые создали медбригаду и помогали всем, кто нуждался. В таких случаях хочется ответить, как этому парню, который не понимает, в чем проблема войны. Да люди умирают, вот и все. О чем речь? Да, вот, при этом я понимаю, что 90-е для очень многих людей это огромное татарамо, да, для людей вот сегодня живущих. Как бы наша задача, чтобы власть, да, не использовала эту татараму в своих интересах. Вот, например, да, я в какой-то момент написал, что, то есть, мне очень нравится проект «Последний адрес», да, которым как очень-то мемориал занимается. Давайте еще раз расскажем, для наших слушателей, которые, возможно, это пропустили, это таблички, установленные на местах, устанавливаемые на местах, на домах, откуда человека забрали во времена сталинских репрессий. Да, и я написал о том, что это огромная травма, сталинизм, с которой надо работать, да, но 90-е годы для многих это тоже огромная травма, и может быть какой-то подобный в чем-то проект, да, он был бы очень уместен. Без прямого сопоставления, там, сколько народу погибло, кто-то, вот, без вот этого всего, но просто с пониманием, что это, что как бы для многих это не просто сопоставимое, но и гораздо более, к сожалению, актуальна до сих пор вещь, потому что эти 90-е определили как бы всю их жизнь, да, и социальную, и внутреннюю, и какую угодно. Так, честно говоря, это предложение вызвало как бы очень агрессивную реакцию, потому что многие решили, что это моя попытка как-то там замять разговор о сталинизме, но вовсе нет. или вообще сравнить, взвесить, да, это все, понятно. Вовсе нет. И как бы это очень важно. Если мы сможем значит, так как-то анализировать и рефлексировать вот эти обувь пеномена, да, то это поможет той самой консолидации, о которой говорил Ян, и о которой мы здесь пишем. Иначе невозможно, иначе власть будет и дальше как бы натравливать одних на других. Да. Ваша Ян, диверсия 90-х. По поводу 90-х? Да. Ну, мне абсолютно понятно, что если не было бы 90-х, то и не было бы так называемой стабильности. Это игра на противовес. Я не уверен насчет упущенных возможностей, поскольку что такое возможности 90-х? Их в самом деле использовали люди, не хочу о них сказать ничего такого уж сильно плохого. Очень ловкие, хитрые, ну, скажем так, активные, с независимым мышлением, в чем тоже ничего плохого нет. Они их использовали, но не обязаны все такими быть, как они. То есть, а те, кто не использовал, автоматически стали жертвами. И вот хуже других, вот это вот то, что вы говорите, да. Они стали хуже других. Сразу уже появились те, кто выиграл, успешные люди, вот это такое клише, успешные люди и жертвы. Потому что не бывает так, что одни выигрывают и при этом никто не проигрывает. То есть, вот этот сказочный успех, эти взлеты 90-х, да и собственно в нулевых тоже, это всегда за счет кого-то, потому что иначе в жизни не бывает. и против этого в том числе ваш манифест за счет того, что спасибо я, Аня, реплика я две минуты, если можно. Ну, для меня, как для человека, который в принципе заинтересован в том, чтобы жизнь в стране менялась, необходимо понять, с чего все началось. И в общем-то речь о том, что то, что происходит сегодня и вот все эти пресловутые двухтысячные, это просто логическое продолжение девяностых и для меня в этом максимально краткое объяснение. Я потому и пытаюсь сейчас во всем разобраться, потому для меня этот документ вообще интересен, тем, что он дает для меня какие-то ответы, что откуда выросло и в общем-то отсюда появляется больше понимания, что делать дальше. И к вопросу о том, есть ли у нас вообще какие-то там иллюзии о том, что он попадет в администрацию президента и все сразу изменится, конечно нет. И я более того даже не думаю, что много людей его сможет в ближайшее время каким-то образом прочесть. Но мне кажется важным, что существует среда, которую в принципе люди, у которых появляется запрос на какие-то ответы, они ее могут найти и в общем эти ответы там получить. Вот. Вот так. Спасибо, Аня Гаскарова и Петр Иванов. Ну, не знаю, есть 90-е, есть 90-е. Вот. Если говорить с позицией государственного мышления человека, то у нас есть одно отношение к 90-м. Дальше у нас есть какие-то процессы, которые гораздо более малого масштаба, казалось бы, но которые, мне кажется, гораздо более важными, чем какие-то подмасштабные события 90-х. А именно события малого масштаба, связанные с тем, что начало 90-х это был такой золотой век самоорганизации. на волне перестройки, формирование МЖК, формирование КТОСов, комитетов территориального общественного самоуправления, которые потом были все здесь в середине 90-х разогнаны. И в результате у нас в Москве, например, только от 1 до 8 территориальных общественных самоуправлений еще непонятно в каких состояниях. Тогда их было очень много. Это было действительно очень важно. Люди от бедности и от дисфункциональности примерно всех структур городского управления самоорганизовывались и становились самостоятельными участниками производства своего города, производства своего пространства. Это было очень важно. А потом делались сознательные шаги по уничтожению всего этого дела, начиная с муниципальной реформы 95-го года. Поэтому дальше начинаются уже плохие 90-е, из которых как раз уже произрастают нулевые, которые во многом сознательно создавали эту атмосферу недоверия, атмосферу невозможности самоорганизации, атмосферу того, что необходимо бояться соседей, необходимо бояться лишний раз выйти на улицу и так далее и тому подобное. Вот из этого уже выросли двухтысячные. И сейчас у нас появляется некоторая новая волна самоорганизации. Она, как мне кажется, должна использовать этот ресурс 90-х. Говорят, что у нас уже все это было, что это действительно возможно, что это не то, чтобы некоторые изобретения каких-то новых практик, это вспоминание того хорошего, что было у нас в истории. Мне кажется, достаточно опасным попытка говорить о том, что 90-е это такая плохая эра бандитов, воров и так далее, из которой ничего хорошего не нужно вынимать, и мы должны это каким-то образом предать меморации как сталинские репрессии, как нечто такое однозначно плохое, о чем мы должны помнить, что у нас Кирилл говорит, мне кажется, только о рефлексии. А вот здесь, мне кажется, нужно отнестись к этому как к ресурсу, нужно отнестись к этому как к тому, что было в 90-е, ничего мы сейчас потеряли. Слушайте, отлично, спасибо, Петя. Я предлагаю на этом закончить наш разговор и про, поскольку вы начинаете документ в защиту общества с рефлексией 90-х, мы тогда вот на этом закончим. Вы смотрели, слушали Радио Свободы в защиту общества документ, такая, можно сказать, соцдемократическая платформа, опубликованная на сайте Кольта, и документ еще можно подписывать. Мы обсуждали его с Кириллом Медведевым, поэтом, музыкантом и активистом российского социалистического движения, с Яном Шемпином, журналистом Новой газеты, с журналистом Анной Гаскаровой и с Петром Ивановым, социологом Высшей школы экономики и урбанистом вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин